Девушки отдыхают В Таиланде добрый день, Аня У Ани совсем Да, у меня вечер Доброе утро вам, добрый день Доброе время суток Рада быть в мире Спасибо У нас с Аней не только большая разница во времени Но еще огромная разница в температуре В Чикаго ночью, наверное, где-то минус 10 по Цельсию А в Таиланде плюс градусов 30 Плюс 30, плюс 20, я даже не сделала за этим, но где-то 28-30 В общем тепло Да, тепло Да, сегодня мы делаем перерыв в нашей беседе о Зодиаке И хотим поговорить о ретроградном Меркурии Потому что как раз вот он подошел буквально вчера Немножко помочь нашим радиослужителям понять вообще Хорошо это или плохо, для чего это все нужно Вот, и хочу сказать, что мы с Аней подготовили подарок Для всех наших радиослушателей А вот буквально в эту пятницу, 23 декабря Мы будем говорить о праздниках Это будет открытый вебинар Следите, пожалуйста, мы пришлем на Facebook Поставим ссылочку, где вы можете зарегистрироваться И присоединиться к нам 23 декабря По Чикаго это будет 7 часов вечера В Калифорнии 5 часов вечера Ну, а в Москве глубокая ночь Но все равно можно зарегистрироваться И получить ссылку на запись Потому что я думаю, что информация будет очень интересная Такая праздничная, новогодняя И как это все связано с астрологией, да, Ань? Да, я пару слов скажу, что значит праздники То есть мы будем обсуждать, почему мы празднуем, допустим, Рождество Что такое Новый год, откуда к нам пришли символы Потому что все берет истоки в древности И все связано с астрономией, с астрологией И это не просто так То есть то, что мы празднуем 25 декабря Рождество Христово Это очень-очень древняя традиция празднования Оно связано с глубокими корнями И почему праздновали до христианства тоже этот день Или эти дни, так даже сказать Ну вот так вот, мы приоткрыли небольшую завесу Небольшой секрет Ну а продолжение, пожалуйста, слушайте Присоединяйтесь к нам 23 декабря Ань, кстати, а у тебя 23 декабря будет или уже 24 утра? 23 у меня 24, наверное, это пятница? У нас пятница вечер Если у вас вечер, то у меня это уже следующий день утра То есть у тебя уже 24 число Вот так, вот такая у нас огромная разница во времени Но это нам не мешает никак А только, я бы сказала, даже помогает общаться и сотрудничать Вот, совершенно замечательно Ну а теперь мы говорим о ретроградном Меркурии И к нам поступил вопрос, да Если можно, прочитай, пожалуйста, вопрос, ответь на него Хорошо, да, у меня на экране Аня, здравствуйте Такой вопрос Можете узнать, есть ли день рождения 4 сентября 1988 года То планета Раху с Меркурием, да или как? Если да, то как это влияет на людей? Ну, я составила быстренько карту И обнаружила, что планета Раху Граха Раху, узел Стоит далеко от Меркурия На несколько знаков стоит в этот день Меркурий стоит в Деве В знаке своей экзальтации Это очень сильный Меркурий Раху находится в Адолее И соединения нет Поэтому на вторую часть вопроса сложно ответить Что это вам несет Потому что у вас нет этого соединения Но что это несет, в принципе, можно сказать Что если Меркурий соединяется с Раху То он обретает такие свойства, как То есть он обретает более интенсивные свойства Любая Граха или планета, когда соединяется с Раху Она обретает, во-первых, большую энергию И она, как говорят, поражается Оно поражается, это значит, что она захватывает Начинает сознание гораздо под другом ключе То есть человек может быть очень разговорчивым Если Меркурий вместе с Раху Потому что Раху — это амбиция Это вектор развития человека И Раху всегда эксплуатирует планету Которая рядом с ним стоит И если Раху соединился с Меркурием Значит, человек будет очень много говорить Очень много себя выражать В какой сфере это уже покажет гороскоп И за что будет Меркурий отвечать Но если эта комбинация еще случается во втором доме Второй дом гороскопа То тогда, получается, человек много действительно говорит Ему нужно идти в ораторское искусство На радио работать и так далее Ну, это так, коротко Если спрашивающий, вопрошающий хочет более подробную информацию Он всегда может обратиться к нам И заказать гороскоп у Ани Или вообще у кого-нибудь, у астролога Чтобы знать более подробно Ну что ж, мне вообще на самом деле очень нравится наша тема Я люблю, не то, чтобы я люблю Но это очень интересно знать о том Как нам может вообще помочь Давай начнем с того, что такое все-таки ретроградный Меркурий Почему мы так называем Что это за время такое Ну, что такое вообще понятие ретроградность Или ретрогрессия Назвать ретроградными могут быть многие планеты Кроме Луны и Солнца У нас есть определенная геометрия пространства То есть мы все вращаемся вокруг Солнца Мы на Земле и планеты, другие солнечные системы Они вращаются вокруг Солнца по своим орбитам И у нас у всех разные скорости вращения И случается такое время, когда одна планета обгоняет другую Ну то есть когда скорости движения планет накладываются друг на друга Когда мы говорим о ретрогрессии, ну как мы это с Земли наблюдаем Вот мы смотрим на Меркурий Он идет по знаку Стрельца Идет и идет, как все планеты движутся в определенную сторону Начиная с первых градусов Стрельца, атом заканчивая последними И вдруг он останавливается и идет в обратную сторону То есть он получается как будто бы пополз по небу обратно Это связано лишь с визуальным эффектом Земли То есть на самом деле, конечно же, там Меркурий так и крутится вокруг Солнца Но мы наблюдаем, что он идет обратно, в обратную сторону по знаку И тогда получается, что мы уже прошли какую-то часть Стрельца Меркурий уже позахватывал наше сознание через Стрельца Через этот знак, через его качество И тут он вдруг останавливается и начинает двигаться по пятна И делает то же самое То есть он бросил свои дела, можно сказать И идет обратно, опять повторяет пройденное И тут логически очень легко догадаться, что надо делать Когда планета пошла в обратную сторону То есть мы все затормозились То есть у нас любая граха захватывает Меркурий нас захватывает в плане коммуникации, логики, связей Каких-то технических вещей Меркурий это очень такая граха, планета приземленная То есть она связана с бытовыми проблемами С бытовыми вещами, с техникой, с коммуникацией С написанием, с речью С различными переговорами, с делками С деньгами связан Меркурий То есть как вот особенно обмен денег Вот все такое То место, он отвечает за те места на нашей земле Где нужны связи Связи между двумя, тремя, десятью людьми Или какими-то компонентами системы То есть он связующий Можно назвать Меркурий, это связующий Ань, скажи, допустим, Меркурий А вот он в ретроградном, насколько я знаю, слышала Может быть, три раза в году, да? Да, он бывает часто ретроградным Три раза в году, по-моему, да Тоже не могу точно сказать, но, скорее всего Каждый раз Действительно, ретрогрессия очень короткая По сравнению с другими планетами Каждый раз он движется по какому-то, по разным знакам Проходя через разные знаки Это может быть стрелец, это может быть какой-то еще знак То есть разные все Да, то есть он двигался по козерогу Потом зашел в стрельца Потом он пойдет Ой, извините Он двигался по скорпиону Пошел по зону в стрельца Потом пойдет в козерог Ну как, все планеты движутся по По зодиак По зодиакальному поясу Они все движутся И тут он пошел обратно В принципе, он не сменит знак Он так и останется в стрельце Он просто дойдет, опять-таки, где-то до начала стрельца И потом развернется и пойдет обратно И вот это время, ну очень короткое Это всего 20 с чем-то дней Вот Меркурий 28, да, по-моему, число? Да, с 19 декабря до 8 января То есть вот это время, когда он движется в другую сторону И, ну, нужно сказать, наверное, о положительных эффектах прежде всего Потому что... Да, что хорошо делать в это время, да? Да, нам открывается много возможностей Это неплохо, что планета движется ретроградно Да, она, конечно, отягощает немного нашу жизнь Потому что мы ожидали одного, а получаем другое Но если мы знаем, что делать, то мы можем воспользоваться Если мы готовы, да? Главное, подготовиться вовремя Да, этот промежуток времени, вот этот, как его провести И если мы сказали, что Меркурий – это планета коммуникации, связи, логики Каких-то определенных информации, денег То техники, технических вещей, рук в том числе, вот ручной труд То нужно просто пересмотреть то, что мы делали до этого в этих областях Пересмотреть это, что значит сделать Допустим, если вы учитесь, это хорошее время для повторения материала Особенно, когда Меркурий в стрельце Это идеальное время для повторения и изучения материала, подготовки к экзаменам Вот, кстати, если в России сейчас как раз-таки заканчивается семестр И потом будут экзамены Самое время, чтобы повторять пройденное Потом, если у вас были проекты, которые вы не могли никак не закончить И у вас не получалось Не получалось, и вы отложили в сторону То можно взять сейчас и еще раз попробовать И добить это до конца То есть до конца, например, устанавливая какой-то сайт У вас не получалось Вот такой пример, технический пример Чисто по Меркурию У вас не получалось что-то там, какие-то технические моменты связать между собой Вы регулярно откладывали То есть сейчас самое время вернуться к этому И доделать до конца Но запускать проект лучше уже после 8 января Потому что все запущенное Если мы начнем на ретроградной Меркурии То потом будут у нас обнаруживаться какие-то вещи, которые мы не учли То есть начинать не надо Я хочу подтвердить, что вообще на самом деле это правда Вот у меня вчера был такой день, что был просто удивительный прорыв Вот я какие-то вопросы откладывала, откладывала, откладывала Почему-то их не делала А вчера вот столько всего сделала Что никакой Меркурий ветроградный не помешал А наоборот помог Да, как раз вот те вещи, которые не получались Их и надо сейчас сделать Вот, дорогие друзья, слушайте, пожалуйста Прислушивайтесь к советам астролога Потому что мы, я, например У нас тут приходят люди, очень многие, которые в принципе понимают Что астрология, что вот ретроградный Меркурий Это так плохо, это так плохо Вот мы не можем куда-то доехать Мы куда-то не можем дойти Мы не можем договориться Но на самом деле во всем можно найти положительное И мы сейчас его нашли С подсказками Ну вот к вопросу о том, куда доехать Если вы куда-то собирались, но не доехали Вот туда и надо доехать Не надо ничего нового предпринимать Новые путешествия Это, в принципе, для этого и дан Это как бы нам дан еще один шанс Ретроградная планета, она дает нам еще один шанс что-то сделать То есть повторить пройденное Повторить Если мы в это время рвемся в какое-то новое пространство Нас будет оттягивать обратно То есть отбрасывать Мы не увидим всех нюансов Это время, чтобы увидеть все нюансы нашей прошлой деятельности Если, допустим, даже какую-то лекцию читать Вот мы, допустим, будем читать лекцию На ретроградной Меркурии Да, вот мы объявляем свой ивент Как называется Да, это вебинар, да Ретроградный Меркурий Если этот вебинар посвящен древним знаниям И мы во время этого вебинара вспоминаем Вспоминаем, что нам должно было знать Но мы не знаем, почему вообще Рождество празднуло в это время То это, наоборот, лучшая деятельность на ретроградной Меркурии То есть как бы вспоминать то, что уже было И доосмысливать нюансы Потому что многое, скорее всего, вам уже известно Из того, что я буду говорить Но нужно так это все еще переосмыслить И чтобы сложилась цельная картинка Вот это идеальное время ретроградной Меркурии Да Замечательно Следите, пожалуйста, нашими анонсами Мы будем отправлять имейлы И будем постать в Фейсбуке О том, как к нам присоединиться На вот замечательный вебинар 23 декабря Да, да Еще, что можно Еще хорошее, хочу сказать Встречаться со старыми друзьями Тоже очень хорошее Очень хорошее время как раз Перед праздниками Позвонить старым друзьям Абсолютно Спасибо огромное И да, еще какие-то с ними контакты Ну, не обязательно вас Поддерживать Не возобновлять, а поддерживать И с другой стороны Можно завершать какие-то связи Которые уже устарели Ну, допустим Кому-то отдать долг Вот Вас что-то держит С этим человеком Связывает Допустим В этом ему не доплатили И вот в это время хорошее Чтобы ему доплатить И развязаться финансово Но начинать новые финансовые сделки Нельзя Ну, будет чревато тем, что Потом придется их пересматривать То ли вам это не понравится То ли вы разочаруетесь То ли что-то произойдет Что результат будет недовлетворительным Также чинить старые вещи Если сейчас Ну, у вас уже Сломается на ретроградный Меркурий компьютер Да? Не дай бог Что очень может быть И скажем, да То можно починить То можно починить И нужно починить И не плакать из-за того, что Это как раз Это значит, что Он уже Там уже все держалось на волоске И вы за ним не ухаживали И он вам сказал, что Бай-бай Да И также очень хорошо Папки разбирать В компьютере Все по местам Сейчас раскладывать И удалять Лишнюю ненужную информацию Потому что Вот это все о Меркурии Вот это планета такая Которая Ну, она такая Легкая И легко С ретроградным Меркурием Работать Потому что Мы понимаем О чем это Когда, допустим Сатурн ретроградный Там это Это очень сложно Это такой пласт кармы Затрагивается большой Что там какие-то Вообще действительно задержки А тут Ну, опоздал Ну, разногласия Там с кем-то И это разногласия Быстро нейтрализуется Потому что Меркурий не будет Долгое время Стоять в ретрогрессии Мы просто посмеялись Что не поняли друг друга И поняли друг друга Через какое-то время Но вот чем пугает Это действительно Есть такое Что можно не понимать Логика у всех Работает по-разному Можно там Обидеться на кого-то Или подумать Что он одно имел Ввиду А он имел ввиду Другое Ну и так далее То есть Это, конечно, может быть И для чего-то нужно Это время Чтобы Ну, как я сказала Переосмысливать Пройденный материал И пройденный жизненный опыт Общения Прежде всего Вот этого Интеллектуального общения И это второй шанс И любая планета Когда захватывает наше сознание Она нас очищает одновременно Это же задача То есть идет реализация Определенных задач И если у вас в это время Прямо 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 Редко Бывает Ретроградный Меркурий У кого-то Прямо Это все Проблемы Которые На поверхности Лежат Но если у вас Прямо Вся жизнь В один клубок Что сплелось И вы не можете Это никак Распутать Это значит Сигнал того Что У вас Очень много Задач Накопилось По Меркурию А задачи По Меркурию Это какие Говорить Только то Что имеет Значение А не сплетничать И не обсуждать Кого-то Потом Говорить Правду Говорить Правду Говорить От сердца Говорить Искренне Обучаться Учиться Всячески Повышать Свой интеллектуальный Потенциал Если этот человек До этого Никогда не делал Или он Привык сплетничать Вот это Как раз Время для таких Людей Очень проблемное Потому что Им приходится Сталкиваться С продуктами Своего же Меркурия Своего же Поведения По Меркурию То есть К нему возвращается То есть Карма Ну Таким Словом Назовем Это Возвращается То что он Сделал Неправильно Оно потом Дает Как бы По голове Ну если Он сидел Например Кого-нибудь Осуждал До этого Времени То Это человек Которого Он осуждал Вдруг Узнает О том Что он Осуждал Ну и Какие-то Идут Выяснения Отношения То есть Нам всем Это время Нужно Чтобы очистить Свою речь И свой Принцип Меркурия Принцип Коммуникации И Можно еще Сказать Про людей Есть же Люди Которые Рождены С таким Положением С таким Меркурием В карте Ретроградным То есть Допустим Сейчас Сегодня Рождается Да И у него В карте Натальной В гороскопе Меркурий Будет Ретроградным Это Накладывает Ему Определенную Характеристику Или Определенную Задачу В жизни Подчеркивает Что ему По этой Планете Придется Проделывать Больше Заданий То есть У него Больше Возможностей И Больше Даже Задач На него Накладывается Задача По Меркурию Работать Это Может Выражаться Так Что Человек Несколько Заторможен В детстве Стеснительный Не Сразу Говорит Потому Что Ретроградная Планета Предполагает Что Нужно Сначала Десять Раз Подумать А потом Что-то Сказать Дети Такие Часто Бывают Молчуны Это Конечно Если Он Не Соединен С Раху Как Я С Сказала Раху Это Болтуны А Вообще В принципе Ретроградный Меркурий У Человека Дает Человеку Неформальную Логику И Чтобы Себя Как-то Выражать Ему Нужно Несколько Больше Времени И Если Ребенок С Ретроградным Меркурием Родился Ну Ну Он Может Быть Стеснительным Да Или Он Может Чуть Больше Думать Чем Другие Но Вообще Ретроградный Меркурий Считается Очень Интеллектуальная Позиция Потому Что Со Временем Любая Планета Ретроградная Она Разворачивается Образно Говоря Она Разворачивается Как Пружина Которую Нужно Разжать Это Сжатая Пружина И И С годами Такой Человек Учит Например Много Языков Он Долгое Время Молчит Но Зато Потом Он Говорит По Делу Он Лучше Всех Решает Задачи У него Есть Такая Особенность То есть Он Раскрывается Может Не В самом Детстве Не В самом Начале Своего А Чуть Попозже Да Но Он Не Пойдет В детстве Работать На радио Вести Эфиры Может Ему Это Сложно Будет У У У Тебя Ретроградный Меркурий Да Я родилась В то время Когда Меркурий Был Ретроградным И Это Планета Занимает Серьезное Положение В моем Гороскопе Она Вообще Владеет Домом Речи Я Действительно Когда В детстве Я Неразговорчивой Была Очень И Только С годами Постепенно Выучив Несколько Языков Пройдя Очень Много Информации Перечитав То есть Я дала Себе право Разговаривать Ну Разговаривать Так Чтобы Так Как Все Больше Такой Углубленный В себя Человек На уровне Речи Это Именно Что Касается Речевых Навыков Я Хочу Сказать Что Мы В этом Очень Похожи Я Не знаю Если Ты Видела Если У меня Я Родилась Наверное Нет Но Я Тоже В детстве Была Очень Стеснительная Вообще Не Любила Разговаривать Меня Нужно Просто Было Вытягивать Слова Какие-то Родители Часто Ходили И После Допустим Выходили Из кино И Они Меня Просили Рассказать Что Я Такого Увидела А Мне Так Это Было Тяжело Мне Так Не Хотелось Разговаривать Ну Просто Оставьте Меня В И Развивать И Эту Способность Пользоваться Ей Да Вот Именно Коммуникация И Речь Да Ну Понятно Хорошо Что-то мы Облубились В нас Поехали Дальше Что же Нам Все-таки Не нужно Делать В этот Период Времени Нежелательно Да Нежелательно Нежелательно Начинать Новые Проекты Которые Касаются Коммуникации Любые Вопросы Связанные С Интернетом С Какими-то Обучающими Проектами Только Может быть Только Те Проекты Подходят Которые Связанные С Саморазвитием С Самоосмыслением Они Могут Запускаться В это Время Или С Древними Знаниями То есть То Что Мы Пересматриваем Какая-то Ревизия Происходит Знаний То Это Можно Хорошо А Если Это Идея Допустим Интернет Какого-то Проекта Идея Она Зародилась Очень Давно Но Вот Она Никак Не Могла Вот Как Мы Говорили Выйти В свет Нормально Сейчас Ее Запускать Или Лучше Подождать Пока Лучше Подождать Лучше Все Сделать Для того Чтобы Она Вышла В свет И Выпустить Ее В свет Именно Тогда Когда Меркурий Будет Директным Но Еще Можно Сказать Про Людей У Которых В Гороскопе Ретроградной Меркурии Есть Такое Понятие Или Такая Даже Идея Что Для Людей У Которых Эта Планета Ретроградная Когда Приходит Время Ретроградного Меркурия Это Хорошее Время Для них Золотое Потому Что Они И так По Жизни Не Стандартно Подходят К Речи К Логическому Мышлению То Они Как Это Все Ретроградно Происходит А тут И Время Ретроградного Меркурия И Ну Поскольку У меня Ретроградный Меркурий В гороскопе Что В это Время У меня Могут Реализоваться Даже Какие-то Проекты Потому Что Ну Потому Что Так Работает Мой Меркурий И Вот Сейчас Он Стал Таким Как У меня При Рождении То Таким Же Свойством Обладает То Это Как Бы Новое Рождение Практически Ну Это Соединение С Похожей Энергией В пространстве Та Которая Была При рождении И Не Зависи Сказать Новым Рождением Мы Не Рождаемся Через Меркурий Мы Просто Соединяемся С этим Принципом Вот Нам Знакомо Вот Это Состояние Состояние Торможения Мы Все Время Наше И Тут Приходит Время И Когда Смешно Наверное Звучит Когда Ты Тормозишь По жизни Все Время С Ретерго Меркурием А тут Все Начинают Тормозить И Ты Начинаешь Чувствовать Свои Тарелки Это Конечно Грубо Сказано Ну Вот Примерно Так Это Происходит Но Зато Понятно Да 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 И Что Нельзя Еще Делать Ну Конечно Все Что Касается Бытовой Техники Компьютерной Техники Орфтер Но Ноутбуков Нетбуков Покупать Не надо Новые Чинить Можно Покупать Нет Покупать Может прийти Вот Как я сказала Разочарование И уж Не говоря Про поломку Потом Еще Операции Операции Особенно Которые Делаются Руками Наверное У нас Все Операции Делаются Руками Хирургические Операции Медицинские Да Имеется Ввиду Медицинские Операции Где Нужно Потому Что Можно Что-то Не так Сделать Не так Зашить Пришить И Придется Переделывать Ой Да Это уже Чревато Да Ну И Лечение Зубов Вот Зубные Техники Не находятся Под сильным Влиянием Меркурия Конечно На ретроградной Меркурии Не стоит Этого делать Но Моя практика Показывает Людям Приходится Все равно Подбирать Время Даже на Ретроградной Меркурии Потому что Нет у них Другой Возможности Сделать Что-то Практика Показывает Что Приходится Действительно Переделывать Либо Знаете Какой Эффект Был Вот Я приведу Случай Из практики На ретроградной Меркурии Лечились Зубы Зубами Но В принципе Все В порядке Но На это Лечение Были Заняты Деньги И Вот Эти Деньги Они Становятся Причиной Такого Расстройства Беспокойства Человек Потому что Он не может Никак их Отдать Ну То есть Вот Этот Даже Вопрос Даже Не самими Зубами Операции Как Вопрос Деньгами Которые Были Взяты На эту Операцию То есть Вот И Поэтому Да Я не могла Рекомендовать Но человек Не мог По-другому Только В это Время Сделать И вот Сейчас Даже Затяжной Такой Процесс С Судачи Этих Деньги Идет Вся Может Быть Ну Хорошо Замечательно В общем Мы теперь Знаем Что нам Делать Что не Делать Куда Нам Двигаться В каком Направлении И Спасибо Аня Большое Слушайте Нас Пожалуйста На Sungate Radio Dot Кам Все Передачи Наши Выставляются На Ютюб Где Можно Подписаться На наш Канал И Всегда Получать Информацию Каких Новых Последних Записях Ну Что Еще раз Напомню Что 23 Декабря Мы Проводим С Аней Ласточкиной Вебинар На Тему Крисмаса На Тему Праздников Для Чего Вообще Праздники Откуда Они Пришли К нам В Каких Старых Традициях Вот Но Для Этого Нужно Подписаться Пожалуйста Следите За Постами На Фейсбуке И Присоединяйтесь К нам 23 Декабря По Чикаго Это будет 7 часов вечера Ну что ж Кажется Мы Все Сказали Да Но Еще Хочу Сказать Что В следующий Вторник Мы Будем Говорить О Следующем Знаке Знак Зодиака У нас Близнецы Да Для Для Меня Это Ну опять же Непонятно Как Аня Всегда Говорит Непонятно Что Такое Знак Под Этим Знаком Родился Мой Сын Поэтому Эта Информация Особенно Близка Будет А вот Ну что ж Всего доброго Всем С наступающими Праздниками И Всего Хорошего До Следующего Вторника На Здесь На нашем Радио Сангейтс До свидания Спасибо Аня Хорошего Всем дня